В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. И проекты новые, и самих ребят талантливых. Есть на что посмотреть, есть что поддержать. Проектное мышление молодых. Студенты и школьники представили собственные социально значимые программы экспертам из Совета при губернаторе края. Один проступок в 14 лет может повредить за собой очень серьезные неприятности. Не скучно, а важным. Для жителей Станицы Гостогаевской провели необычный лекторий о вреде курения. И начнем с трагедии, которая произошла сегодня в Керчи. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обеспечена готовность ведущих лечебных учреждений края к приему пострадавших при взрыве в Политехническом колледже. В числе городов, куда могут поступить раненые, рассматривается и Анапа. Здравоохранение Анапы готово оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим в полном объеме. Есть резервные места в больницах. Санаторно-курортный комплекс города готов провести все необходимые мероприятия по реабилитации, сообщил заместитель главы Анапы Роман Дикий. Сегодня в одном из помещений Политехнического колледжа Керчи произошел взрыв. Точное число погибших устанавливается. В приемное отделение городской клинической больницы номер один поступило более 15 человек. Причиной взрыва в колледже Керчи стало взрывное устройство. «Большая трагедия в Керчи. Не дай бог никому. Кубань с вами. Наши медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов с санавиации», написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Твиттер. К оказанию медпомощи пострадавшим подключили краевых специалистов, реанимационные и психологические бригады, а также санавиацию. Следственный комитет России возбудил дело по статье «Убийство двух и более лиц». В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи. И к другим темам. Около года участники форума из десяти муниципалитетов края создавали собственные социально значимые проекты по темам инновационной жизни, экологии, общества и гражданины и комфортная среда. Студенты и школьники представили их специалистам из Совета при губернаторе Кубани. Лучшие работы были отмечены экспертной группой. Большой шаг на пути к своей цели. Кирилл Великоцкий представляет свой проект не первый раз. Более года студент разрабатывал «Млечный путь» с научным руководителем и отцом. По словам Кирилла, астрономия в учебных заведениях была несправедливо отодвинута на второй план. А в коррекционных школах дети о ней вовсе и не слышали. Кирилл поставил перед собой цель – добиться введения астрономии в коррекционных школах края. Студент провел не только теоретические, но и практические исследования. Кирилл организовал уроки с детьми в школах и специально для этих занятий купил телескоп. Они уже увлекаться начали астрономией. И не только. Даже порой бывали случаи, что и физика начали что-то изучать, биологию что-то прочитывать. Многие – это очень увлекательная астрономия, поэтому детям нравится. В форуме «Проектное мышление молодых» приняли участие студенты и школьники из 10 муниципалитетов. Анапа, Новороссийск, Краснодар и другие города края – все достойно представили свои работы. «Проектное мышление – это, наверное, другой уровень подготовки и организации всевозможных процессов. Сейчас мы понимаем, что просто задача или план работы уже не работает. Нам необходимо понимать конкретные сроки, привлеченных экспертов. И у нас создан распоряжение губернатора на уровне края, проектный офис краевый. И, соответственно, программы по отраслям наука, образование, медицина, это социальный блок, плюс ЖКХ, строительство и прочее, то есть по различным направлениям». Четыре площадки курировали эксперты из Совета при главе администрации Краснодарского края. Как говорят организаторы, у них есть желание и возможность оказать поддержку участникам форума. Система образования изменяется, появляются новые стандарты. По их мнению, чем раньше дети смогут создавать собственные проекты, тем большего успеха они добьются. «Я был уже несколько раз, смотрели и проекты новые, и самих ребят талантливых. Есть на что посмотреть, есть что поддержать. Потому что поддерживать самое интересное, когда есть что-то, есть работа, есть желание, есть умение делать это». Работы анапских студентов могут пригодиться не только в Анапе, но и в масштабах края. Самые интересные проекты были отмечены экспертной группой. Но на этом работа не заканчивается. Уже скоро будут выбраны лидеры и в других городах Кубани. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. На анапских полях аграрии, пользуясь благоприятными погодными условиями, продолжают сев озимых культур. Из 10 тысяч гектаров работы проведены на 7,5 тысячах. Полностью посеян навес, продолжается сев пшеницы. На финальную стадию вышла уборка винограда. Средняя урожайность янтарной ягоды составляет 92 центни раз гектара. В настоящее время собрано уже 99% урожая. До конца недели работы будут завершены. Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – убиваешь других. Специалисты отделения медицинской профилактики городской больницы и молодежного центра 21 век провели для жителей станицы Гостогаевской необычной лектории о вреде курения. Как сделать правильный выбор и отказаться от вредных привычек в нашем материале. Что такое здоровый образ жизни и как его соблюдать? С такого вопроса специалисты начали беседу с ребятами. Правильное питание, регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и отсутствие вредных привычек – каждый из пунктов медики постарались объяснить школьникам максимально наглядно. На помощь пришел и мультфильм. Виртуальное путешествие по организму курильщика показало, насколько пагубны последствия табакокурения. Что это такое желтое? Это отложение на зубах табачного тегтя. Вот что курение делает зубами. Появляются микротрещины. Зубы желтеют. А изо рта неприятно пахнет. Отдельно остановились на ответственности за употребление и уж тем более за распространение наркотиков. Она наступает уже с 14 лет. Практически один проступок в 14 лет может повлиять за собой очень серьезные неприятности, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь. В этой своеобразной лекции приняло участие более 80 детей. После общения со специалистами они поделились впечатлениями. Мне очень понравилось. Я очень поняла, что не стоит курить, то, что загрязняются легкие, сужаются сосуды, погибают клетки. Вообще я не знал, что там в организме творится вот такое, что можно умереть от этого. То, что там даже если две затяжки делаешь, то можно умереть. И это для меня большой урок. В финале мероприятия восьмиклассникам было предложено пройти обследование на смокелайзере, чтобы определить уровень содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе. Результат обследования медиков порадовал. Дети понимают ценность здорового образа жизни, понимают недостатки вредных привычек. И то, к чему приведут вредные привычки, они тоже это знают. Что могу сказать по поводу обследования? Обследование показало, что в основном никто не курит. Пассивными курильщиками являются несколько детей, но активных курильщиков в результате обследования мы не выявили. В завершении все ребята получили наглядные материалы и памятки. А самое главное – знания, которыми обещали поделиться с друзьями. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа-Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова